Помните, вчера это глупое видео, где я в 6 утра еду по Золику? Это я как раз ехала в аэропорт. Итак, моё путешествие в Курцию начинается здесь. Я в Рижском аэропорту, и сейчас дожидаюсь полёта во Франкфурт. Полёт у меня в 8 утра, сейчас у нас 6 утра. Я уже прошла паспортный контроль, прошла весь остальной контроль. Как вы видите, аэропорт полностью пустой практически. Есть некоторые люди там ходят, идут и фли, но практически всё пустое. Пока что на этот рейс я и ещё пару человек видела. Потом лечу во Франкфурт, в Германию сейчас, останавливаюсь там, и на следующее утро лечу в Турцию. Буду вас держать курсы, как там обстоятельства везде, как дела в самолётах. У нас в аэропорту тут сделаны такие прикольные кресельца, где можно смотреть кранчеры. И вон там у нас взлётные полосы начинаются. Круто. Друзья, я уже в самолёте. Начало самолёта ещё не заполнено, там ещё не заходили люди. И конец самолёта. Вот так. По серединке никто не сидит. Да. В принципе, на половину закружен пока что самолёт, но ещё будут идти люди. Люди ещё идут. Итак, как вы идёте самолёт заполнен на половину. Я сижу примерно в серединке. Я сижу в трёх листах. Очень хорошо. Перед вылетом нам каждому дали, какие комплектики. Это маска и салфетка. Здесь меня абсолютно было не слышно. Нам в самолёте каждому раздали такие листовки, где на трёх языках было написано о коронавирусе. На немецком, английском и турецком. Прибыла во франкфуртский аэропорт. Жду свой багаж. Сейчас подожду багаж и пойду в отель. У меня отель недалеко, совсем возле аэропорта. Приезжать, точнее. Поэтому придётся в 7 утра уже отсюда походить. Но зато отдохну в уютненькой комнате. Итак, друзья, я кибыла в отель. Отель Хилтон. Сейчас жду, когда меня заселят. И потом буду обстраиваться в номере. Покажу вам тоже номер. Вот меня уже заселили. И хочу вам показать свой номерок, где буду жить. Это у нас ванная комната. Планет. Всё чистенько, красивенько выбрано. Тазелька, бракобина. Салфеточки тоже. Душ кабина. И тут у нас комната. Комната тоже очень уютная. Большая кровать. Картина там. Тоже кресло. Письменный стол. Стул и зеркало тоже есть. Телевизор. И чайничек. Это очень хорошо, потому что я люблю пить чай. Смогу теперь заваривать. Вот эта комнатка в моём распоряжении на целые сутки будет. Даже, кстати, меньше, чем сутки. Потому что завтра утром я уже в 7 утра должна отсюда выезжать. У меня в 11 вылет в Стамбул. Но сейчас просят за 4 часа в аэропорт прилетать. Приезжать, точнее. Поэтому придётся в 7 утра уже отсюда уходить. Но зато отдохну в уютненькой комнате. Уже включила телевизор. Хотя я абсолютно не понимаю этот язык. Но пускай хотя бы на фоне у меня побудет. Кстати, в город я не поеду сегодня. На улице не пойду никуда. Я дико устала. Буду в номере до утра сидеть. Может быть, посплю. Потому что у меня было раннее утро. И спала я, кстати, только 2 часа. Так проходит завтрак в отеле. Здесь есть тоже разметки, где можно стоять. Каждый подходит. Убирает себе еду. Кресты там, где нельзя сидеть. Стою вон, где за едой. Ну что, друзья. Всем сюрпризик. Куда я лечу? Лейптик, Тессалонки, Дортмунд, Стамбул, Глбао, Сплит. Да-да, я действительно лечу в Турцию. Почему я вам раньше не говорила? Наверное, потому что в эти обстоятельства вообще неизвестно, улетишь ли куда-нибудь. Потому что мой рейс уже был отменен 2 раза. Но сейчас, когда у меня уже билеты на руках, я могу спокойно сказать, что через несколько часов я уже буду в Турции. А пока что могу вам показать, как проходил мой весь вчерашний день. Вот так выглядят сидячие места в аэропорту Франкфурта. Там, где зеленые ленты, там сидеть нельзя. У меня выход B26, это вот здесь. Будет выход на Стамбул. Буду ждать. Здесь всем измеряют температуру перед тем, как войти в самолёт. Видите, мне тоже сейчас будут измерять температуру. Так, здесь можно взять комплектики, да. Это, наверное, дезинфицирующие какие-то комплектики. Так, всё, мы в самолёте, посмотрите, огромный самолёт. Здесь вот три ляда сидят. Все в масках. Огромный самолёт. А, вот один. А подождите. Так, ну я уже села в самолёт. К сожалению, здесь всё, всё забито. Абсолютно стеснится. Будут мест, там ещё будут, да, приходить. Но, в принципе, мы сидим все по три человека. У них всё, видите, забито. Самолёт огромный. Очень многим нужна Турция. У нас начинается обслушивание в самолёте. Сейчас будем кушать. Вот такую запечатанную еду сейчас выдаю в самолёте. Ничего открытого, только всё запечатаю. Сейчас буду успаковывать, смотреть, что там. К сожалению, нормальной еды нету. Раньше очень вкусно кормили. Сейчас всё, что могут передложить булка, которую я не ем. Какой-то кексик, сок, вода и салфетки. Это всё. Кстати, в этом комплекте, что стояли у входа, была маска и две дезинфекцирующие салфетки. Одну лён сколько, что истратило. Нам сейчас каждому выдали такие анкетки, запомните. Это на всякий случай, если здесь летит какой-нибудь зараженный. Надо будет заполнить информацию на себе. Мы почти уже подлетели к Стамбулу. Мы тоже кружим над Стамбулом. Но напомню, что я лечу в Анталью. Поэтому, в принципе, я в Стамбуле не буду. Я сразу же пойду на рейс в Анталью. Друзья, я в Стамбуле. Сейчас только мне надо быстренько-быстренько идти на domestic flight. Потому что у меня на Анталью рейс ещё скоро. Пока что я в Стамбуле, но я тут не задерживаюсь. Бегу на Анталью. Друзья, если бы вы знали, как сложно весь день ходить в маске. Это у нас самолёт Стамбул-Анталья. Ещё не знаю, насколько будет загружен. Тут пускают по немного человек. Я, в принципе, одна из первых. Тут первые 10 рядов будут вначале. Потом будет видно, насколько заполнен будет. Вот здесь тоже. Опять на входе был комплект. Смотрим Форидан. У меня 8 ряд. Вот у меня этот ряд. Такой мест. Возле окошка. Отлично. Вот моё место. Люди помаленечку заходят. Самолёт заполняется. Знаете, я вам скажу, что в Турции самая большая ответственность по этому поводу. Потому что здесь мы заполняли и анкету, и мерят температуру. Сейчас при выходе нам тоже измерили температуру. То есть здесь достаточно ответственно подходят к этому всему делу. И все люди в масках. Везде дезинфекторы стоят. Самолёт заполнен фактически. Как вы видите, опять же, все места заняты, можно сказать. Мы тоже здесь снова встроён. Но я возле окошка. Ещё стоим, ждём. Ну что, друзья, я в Анталии. Ура! Привет, прекрасная Анталия. Мы сейчас видим вид на город. Вон у нас уже луна светит. Здесь несколько мечетей есть прямо напротив. И там море у нас. Всем суперского дня. Точнее, вечера. ДУДЬЯ account virtual. Она в прошлом году. И Patterson. Точнее, вечеринка. ến